Благословение Господне да пребывает со всеми нашими богомольцами, собравшимися сегодня почти воскресный день. Прошедшая неделя была полна разнообразными воспоминаниями, и как раз мы, снова и снова обращаясь к нашей истории, вспоминали трагические события 100-летней уже давности, когда в далекой тогда Пермской губернии, в уездном городе Екатеринбурге, был убит вместе с семьей последний русский император. Новая власть старалась избавиться от всего того, что напоминало о старом. Поэтому вместе с императором в Перми были убиты члены царской фамилии тоже некоторые, а в Алапаевской городке, в 130 километрах от Екатеринбурга, были убиты сестра императрица Александра Федоровна, преподобно-мученица Елизавета Федоровна и несколько великих князей. Вот такие трагические события, я вот даже так мысленно перебирал, чем же памятна моя малая родина. Потому что мои предки, они как раз из Перми, из Екатеринбурга. Вот моя прабабушка как раз вот в это время вместе с моим прадедушкой держали посудную лавку в центре города Екатеринбурга, которая, правда, была, так сказать, уже в годы Гражданской войны, помещения были реквизированы, и, так сказать, благо, что живые остались. Слава Богу, не убили. И вот, конечно, вот эти все события, мы их вспоминаем по-разному, как бы вспоминаем, разные оценки даются, но для христианина, который не просто вспоминает события, а вспоминает еще конкретных личностей, очень важен назидательный момент. Почему Церковь прославляет тех или других людей? Прежде всего, прославление того или другого человека в лике святых – это дело, как бы, педагогическое. То есть, как бы, Церковь некое назидание нам дает, ставя того или другого человека на светильник, чтобы он светил всем людям. То есть, как бы, Церковь говорит, вот эти люди – некий образец для подражания. И для нас это, конечно, очень важно, потому что мы знаем, что очень много было разговоров о прославлении царственных страстотерпцев, и Церковь очень четко обозначила свою позицию, прославляя их именно за тот период жизни, когда Господь попустил им одно из самых таких непростых испытаний, как об этом говорят даже психологи, люди, как бы, сведущие во всякого рода, так сказать, вот, как бы, таких экстремальных ситуациях, может быть, да, потеря социального статуса. Это одно из самых тяжелых, что человек может пережить в своей жизни. Государь, который в своей анкете писал во время переписи населения, хозяин земли русской, был фактически втоптан в грязь вместе со своим окружением, с теми людьми, которые были близки и дороги ему. Вот. А потом в какой-то момент мы видим, что совершилось самое трагическое, что могло случиться в жизни царской семьи. Но Господь вот через все это, Он дал им возможность показать свое истинное христианское сердце, потому что последний период жизни царской семьи, это исцелка в Тобольск и, так сказать, вот их пребывание в Ипатьевском доме в Екатеринбурге, действительно показал этих людей не как бы вот, как вот мы видим, придворных, да, или людей высшего света, а обнаружил в них простых людей с христианской душой и христианской совестью. Именно об этом свидетельствуют те письма, которые они писали, те слова, которые они произносили, те дела, которые они совершали в последние месяцы своей мученической жизни. И вот так же вместе с царской семьей мы вспоминали стуретие со дня трагической кончины преподобно-мученицы Елизаветы, княгини Федоровны, почитаемой московской всероссийской святой, которая царю приходилась, она в письме очень интересно себя называет, «Молись за меня, мой дорогой, и благослови меня, твоя любящая старшая сестра и смиренная подданная и друг Элла», так она писала Николаю II. Она была замужем за великим князем Сергеем Александровичем, братом царя Николая. То есть как бы она, как бы тетушка, даже не знаю, как ее, то есть как бы она вот себя, как бы видела старшей сестрой государя, и так вот подписывала свои письма. И вот у меня в руках сегодня такая книжица, называется «Письма преподобно-мученице Великой Княгини Елизаветы Федоровны». Замечательная книга, в которой, как, наверное, ни в каких других текстах не обнаруживается истинно христианская душа Великой Княгини Елизаветы, как вот в этих замечательных текстах. К сожалению, вот этот, как бы, стиль, или как это сказать, может быть, да, стиль, жизни, когда люди переписывались, он фактически уже канул в лето. Потому что мы сейчас переписываемся короткими смс-сообщениями, что-то на почту пишем. А вот те времена, когда мы садились за письменный стол и писали письма друг другу, они, к сожалению, ушли. Хотя и почта работает, но как бы жизнь изменилась. Телефоны мобильные появились. Раньше мы письмо отправляли и ждали там по месяцу известий от наших близких, родственников, которые где-то далеко, с которыми и связи-то телефонной нет. А сейчас раз набрал кнопку и уже хотя бы голос услышал или смс-сообщение. Жизнь, с одной стороны, как-то стала проще, с другой стороны, жизнь потеряла сложность. И мы это особенно остро ощущаем, когда читаем вот те книги, которые изданы по материалам переписки разных людей. Я уж не говорю о переписке таких замечательных людей, как святитель Игнатий Бринчанинов, святитель Феофан Затворник. Я напоминаю, что одна из книг, о которой мы с вами, так сказать, общались пару недель назад, что из духовной жизни как на нее настроиться, она как раз была составлена из писем святителя Феофана, которые он обращал к конкретной особе, по конкретным, так сказать, вопросам христианской нравственности. Потом уже как бы обработав литературно, кое-что добавив, вышла вот эта замечательная книга, что из духовной жизни и как на нее настроиться. Мне же хотелось процитировать несколько таких моментов из письма к императору Николаю II, письма, которое было датировано 1916 годом. «Сегодня, пишет великая княгиня, 25 лет, как я присоединилась к нашей возлюбленной церкви. Мы помним, что по рождению она была немкой, лютеранкой, мы отстояли литургию, большой молебен, священники подарили мне иконы, были из палестинского общества. Душой я была с папа, с мама моей, крестной и с сержем, вновь переживая все эти годы, через месяц будет 25 лет, как я в Москве. Все сливается в глубочайшей благодарности Богу, нашей церкви и тем благородным примерам, которые я могла видеть в истинно православных людях. И я чувствую себя настолько ничтожной и недостойной безграничной любви Божией и той любви, которая меня окружала в России. Даже минуты скорби были освящены таким утешением свыше, а мелкие недоразумения, естественно, для людей с такой любовью сглаживались, что я могу сказать одно – слава Богу за все, за все. К сожалению, даже не то, чтобы русский народ отплатил ей неблагодарностью, но к рикому прискорбию революция подняла самые низменные чувства в людях, и те люди, которые в буквальном смысле слова были уголовными элементами, в то время заняли свои позиции, властные, что ли. И вот эта христианская душа, которая всем сердцем любила русскую землю, так много для нее сделала, она, к сожалению, кончила свою жизнь трагически, будучи заживо сброшенной в шахту недалеко от Алапаевска, Нижнесенечихинскую. Вот как о ней писал император Николай II в высочайшем рескрипте, который был передан Елизавете Федоровне в память о ее 25-летнем пребывании в России. «С 5 мая 1891 года времени назначения в Бозе почившего великого князя Сергея Александровича любезнейшим моего дяди, московским генерал-губернатором, в течение 25 лет, повинуясь в лечении великодушного своего сердца вы всецело посвятили себя благотворительной деятельности на пользу жаждущих и обездольных в первопрестольной столице московской губернии. Множество местных учреждений и обществ, поставивших себе задачу просветительной цели охрану детства, поддержание неимущих, уход за больными и оказание врачебной помощи, а также нравственное возрождение впавших в пороки, воспользовались неутомимой вашей помощью и любвеобильным участием в их человеколюбивых заботах. Немалое число их возникло по вашему почину и украшено вашим именем. Такой была Великая Княгиня Елизавета еще когда муж ее здравствовал, ну а после, так сказать, трагической кончины супруга мы помним, как она особенно отдалась делам милосердия. Поэтому по всей России после прославления Великой Княгиней Елизаветы в начале 90-х годов стали создаваться особые сестричества в память преподобного мученица Елизаветы Федоровны. Вот в Минске я знаю такое сестричество, в Екатеринбурге, в Москве, конечно же, есть сестричество преподобного мученица Елизаветы. И многие разные города и села украсились ее святым именем, потому что в ней люди видели и видят того человека, который действительно в своей жизни совместил такие дивные христианские черты. истинное смирение, она, в общем-то, была человеком царских кровей, но не гнушалась самой простой работы, любовь к людям и желание помогать ближним, что она и делала до самого последнего своего вздоха. Аминь. По молитвам преподобного мученица Елизаветы, Господи, Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас. Аминь. Всех вас еще раз с праздником, с воскресным днем. Ждем, у кого будут силы и возможность завтра на воскресную литургию.